Они красивы, грациозны, на протяжении многих тысяч лет живут рядом с человеком. И одни из немногих животных, которых используют в терапии. Речь сегодня пойдет о лошадях. Конь-человеку помощник, кормилица друг. В большинстве своем люди любят лошадей. Их силу, грацию, красоту. Сегодня речь пойдет о верховой езде и ее пользе для нашего организма. Когда вы едете на лошади, у вас работают такие группы мышц, которые вам не разомнет ни один тренажер. Конная верховая езда обеспечивает нам очень хорошую посадку. Заниматься верховой ездой можно начинать с любого возраста. Тут вопрос, когда ребенок проявит желание заниматься. Это может быть и в 2 года, и в 10 лет, и даже в 15. И может возникнуть вообще уже у совершенно взрослых людей. Лошадь – сильное животное. Работая с ней, наездник развивает реакцию мышечной навыки. Формирует осанку, начинает более равномерно и правильно дышать. Учится чувствовать другое живое существо. Общение с лошадью имеет и психотерапевтический эффект. У лошади животные со строгой иерархией. И общаясь с ними, дети вырабатывают в себе лидерские качества. Потому что работая в паре всадник-лошадь, ребенок должен четко показать, что в данной ситуации, главное он, и показывать постоянно и без насилия. Ребенок учится ответственности, соучастию, способности понимать животное. Это развивает его внутренний мир и снимает психологическое напряжение. Именно с этим животным. Чувствую себя как-то более спокойно. Он не такой игривый, как собака, не такой ленивый, как кошка и так далее. Вот как-то с ним так все намного проще и легче. Для оздоровительной верховой езды противопоказаниями являются серьезные проблемы с позвоночником, травмы тазобедренных суставов и костей. В остальном же она показана практически всем и в любом возрасте. Самое важное – найти грамотного инструктора. Если вам всегда нравились лошади, то Новый год – замечательный повод начать заниматься оздоровительной верховой ездой. И, как говорится, всегда быть на коне. Существует такая фраза, что лошади подпускают к себе самых добрых, самых достойных, самых сильных. Но, знаете, если вы один раз попадете в этот мир, скучать вам никогда не придется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова